всем привет с вами магазин горные вершины меня зовут андрей и сегодня у нас сравнительный обзор двух женских велосипедов от известных брендов автор и скотт и начнем мы с главного почему же эти велосипеды считаются женскими и чем же женская рама отличается от рамы унисекс потому что мужских рам в общем то не существует на самом деле когда мы говорим о женской раме большинство людей представляет себе велосипедную раму с заниженной верхней трубой но это не всегда так женская рама отличается от рамы унисекс прежде всего тем что она короче что это значит в мире велосипедов существует такое понятие как размер велосипедной рамы размер велосипедной рамы указывается на подсидельной трубе. Это обозначает длину этой трубы в дюймах от середины коричневого узла до ее верхнего среза. Если мы с вами будем сравнивать женскую раму и раму унисекс одного и того же размера, то женская рама будет короче. Существует такое понятие, которое называется ЕТТ. Расшифровывается как Effective Top Tube. Физический смысл его в следующем. ЕТТ это, собственно, длина горизонтальной прямой от центра рулевого стакана до центра подсидельной трубы. Так вот, ЕТТ женской рамы будет меньше, чем ЕТТ рамы унисекс того же самого размера. И это связано с анатомическими особенностями строения женского тела. Ну, у девчонок ноги-то, как правило, длиннее, чем у мужиков. И такая геометрия рамы позволяет достичь более удобной посадки и комфортной езды для представительниц прекрасного пола. Ну и теперь переходим к делу и познакомимся с этими моделями поближе. Первая модель от компании Scott, она называется Contessa Active 50. И вторая модель велосипеда от компании Автор, она называется Impulse ASL. Стоит заметить, что разные производители для обозначения женской серии велосипедов используют различные сокращения и названия. Например, у велосипедов Скотт все женские велосипеды носят название Contessa. У компании Автор женские велосипеды обозначаются индексом ASL, что расшифровывается как After Sport Lady. Обе этих модели это горные велосипеды, предназначаются они для катания как по городу, парку, так и по легкому бездорожью где-то за городом в лесу. Первое основное, что бросается в глаза при рассмотрении этих велосипедов, это, конечно же, резина. У обоих этих моделей диаметр колеса 27,5, однако на Contessa в стоке установлена более злая грязевая резина Kendo Booster, которая позволит вам чувствовать себя более комфортно в грязи и на рыхлом грунте. Ну а на Авторе импульса завода стоит резина с менее высоким протектором, которая будет себя лучше показывать на гладких дорогах, на асфальте и на грунтовках. Она будет менее шумная и будет лучше на кат. На обоих этих моделях велосипедов установлены двойные обода с достаточно высоким профилем, что предохранит их от появления восьмерок. На Скотте Contessa это обода Syncros, на Авторе Xenon. Следующее, за что цепляется взгляд, рассматривая эти две модели, это, конечно же, рама. Рама обоих этих моделей сделана из алюминия, они немного отличаются по геометрии и дизайну. Можно обратить внимание на то, что у Скотт Contessa сделаны более толстыми задние и нижние перья. На обеих этих рамах сделана внутренняя проводка тросов трансмиссии, что предохраняет их от возможного повреждения. Амортизационные вилки. На обоих этих моделях установлены пружинные и властомерные вилки. На Скотте это вилка от компании Suntour, на Авторе это RST. Обе этих вилки неплохо работают, имеют возможность регулировки преднатяга пружины, однако на RST есть такая штука, как блокировка, что позволяет ее отключить при езде по ровному асфальту. Тормоза на обоих этих моделях абсолютно одинаковые. Это дисковые гидравлические тормоза Tektra, которые себя отлично зарекомендовали, они прекрасно работают в разных условиях и недорогие в обслуживании. Рассмотрим трансмиссию данных двух моделей. На Авторе импульс установлена 24-скоростная трансмиссия с тремя звездами спереди и 8-ю сзади. Передний переключатель Tournei сзади Altus, что в общем-то довольно неплохо, это будет все хорошо работать и с запчастями проблем не будет. В отличие от автора, на Skate Contessa установлена трансмиссия на 16 передач, спереди 2, сзади 8. Передний переключатель немножко выше уровня, это Altus, ну а сзади установлен простой базовый Tournei. На обоих этих моделях установлены одинаковые шимановские 315-й монетки, которые также будут отлично работать. Очень важная деталь велосипеда, на которую обращают внимание многие девушки, это седло. На Авторе импульс седло установлено несколько более широкое и чуть более мягкое, что будет предпочтительнее для прогулочных поездок. И напротив, на Контессе установлено не такое широкое седло, оно немножко жестче, что будет плюсом в дальних поездках. Но в любом случае то и другое седло можно заменить на более подходящее и комфортное, если стоковое вам не подойдет. Также из деталей хотелось бы отметить руль, который на Авторе 67 сантиметров, имеет небольшой подъем. На Контессе руль несколько шире, 70 сантиметров, и подъема как такового у него нет. Грибс на этих великах тоже отличается. На Контессе они сделаны из силикона, у Автора импульс они неопреновые. Ну, это уж кому как нравится, на вкус, на цвет, кому как удобнее. Как мы видим по навеске и комплектации, эти две модели довольно схожи. Однако те отличия, которые присутствуют, делают Автор импульс более прогулочным городским велосипедом. И напротив Контесса это будет велосипед для леса и более агрессивного катания вне дорог. Ну и конечно же, обязательно выбирая себе велосипед, обращайте внимание на тот размер рамы, который подходит к вашему росту. Рекомендацию по выбору вы можете найти на нашем сайте. Ссылки на эти две модели вы можете найти в описании к видео. Ну и если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете их написать в комментариях, позвонить нам в магазин. И конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. А с вами был магазин Горная вершина. Я Андрей. Всем пока!